Проклят трижды закладчик наркоты. И здесь, помимо всего прочего, производился знаменитый рижский бальзам. Реально, смотрите, как на даче. И здесь было напечатано знаменитое письмо на родовольцев Александру Третьему, автором которого был Лев Тихомиров. Вот это начало вообще электрического освещения в нашей Российской империи. Здесь даже сохранился, видите, такой прекрасный деревянный крыльц. День парасол и присол-просол. Сегодня мы с вами будем говорить про просолов. Про просолов, про компанию Siemens, про алкашку, про рижский бальзам, про русскую горькую, про историю освещения, газом, электричеством, про нашего уже знакомого вам героя Леонида Борисовича Красина. Ну и, конечно же, про очередную подпульную типографию партии народной воли, потому что у нас сегодня вторая часть проходки по семенцам. То есть, если в прошлый раз мы начинали от Витебского вокзала, то сегодня мы начинаем с обратного крыла от станции метро Фрунзенская. Когда я подбирал рубашечку, я думал надеть желтенькую, но потом подумал, что есть бдительные граждане, и они могут в сочетании цветов усмотреть какой-то тайный намек, которого, естественно, нет. И я выбрал рубашечку другого цвета. Какие времена, такие и предостережения. Я очень люблю рассказывать историю про то, как здесь дом с башней на той стороне, и там одно время висело объявление, в этом доме продаются очень дорогие квартиры. В какой-то момент все-таки они изменили это объявление, поняв, что, наверное, нехорошо так поступать. В принципе, вот мы находимся за водным каналом, и именно поэтому здесь вот так вот косяками шли промышленные предприятия, именно поэтому здесь начиналась история освещения столицы Российской империи. И именно поэтому здесь, например, был скотопригонный двор. Смотрите, какой красивый потолок. Безумно. Как я обожаю этот сайдинг. Особенно в таких вот форматах. Он сразу задает определенное настроение. Намекает на аристократичность фактуры и все такое прочее. Вот буквально некоторое время назад здесь нифига не было. А теперь, видите, дом построен. Я до сих пор не понимаю вот это стремление жить на Московском проспекте. Просто я знаю нескольких людей, которые вот прямо вот Московский проспект. Ну, это примерно как, короче, Кутузовский в Москве. Это очень грубое сравнение, но и там, и там Сталинский ампир, и там, и там одна из центральных, собственно, артерий города. И там, и там очень много квартир, которые были отданы номенклатуре партийной. Абсолютно не моя тема. Но, значит, скотопоригонный двор, потому что в столице Российской империи, в городе Санкт-Петербурге, забивали в день до тысячи голов скота. Естественно, его надо было откуда-то пригонять, и не в самом же городе это делать, а делали это прямо вот у ближайшего его границы, которая шла по обводному каналу. Вы фотографируете? Ну, мы и фотографируем, и снимаем. Все, я думала мороженое едим. Мороженое едим? Вдалека, я плохо вижу. А, не-не, мы морожен... А вы так держите? А, не-нет, это такой эфир. Спасибо вам также, спасибо. Вот видите, господи, какая радость. Вот побольше бы таких людей замечательно. Несмотря на то, что маленький трехэтажный флигелек, посмотрите, и контрфорс, и стяжки. Это говорит о том, что построен он был, но, мягко говоря, не очень. Короче, бойня. Бойня прямо здесь, за обводным каналом. И люди, которые пригоняли вот этот скот, их как раз называли просолы. Это, ну, некий такой очень отдаленный аналог американских ковбоев. Только, если там они в таких шляпах с этими, с револьверами и прочее, прочее, штаны такие расклешенные, то у нас они в черкесках, в попахах, в бравых сапогах и так далее. Они ездили по деревням и селам, отбирали скот и пригоняли его сюда. Здесь уже этот скот перекупали ушлые коммерсанты, приезжавшие сюда на так называемых эгоистках. Эгоистка – это экипаж, рассчитанный только на одного человека. И здесь эти коммерсанты уже у просолов брали партию и тут же перепродавали птичникам, свинникам, вообще мясникам петербургским. Причем происходило это внутри вот этого здания, которое находится на противоположной стороне. Они перебегали и на ухо сообщали цену одному и второму, и так вот происходил торг. Партии быков гнали вот оттуда, с юга. Сначала их просто гнали гуртом. Вообще в Российской империи были даже специальные тракты, которые были предназначены только до пригона скота. Ну, в Москве, например, есть скотопригонская, или как она называется, скажите мне, улица. Здесь раньше по бокам стояли фигуры Димут Малиновского, скульптор Димут Малиновского, этих самых быков. Я вам сейчас подставлю несколько фотографий, точнее даже не фотографии, а иллюстрации сначала. Вот первая, она показывает эту местность, и там показан этот рынок, и на заднем плане вы угадываете купола Измайловского собора, который находится примерно вот туда. Дальше, то есть это вот туда, грубо говоря, сделана иллюстрация. Дальше фотография уже строго вот туда, потому что там мы видим на заднем плане Воскресенскую церковь. И опять-таки стоят быки, они стоят в пряслах. То есть сюда их вгоняют, на бок ставится клеймо уже, куда этот бык продан, пишется время, когда он будет забит. Быки, естественно, начинают волноваться, да, издают определенный звук. Воскресенская церковь – это церковь-бутылка, которая стоит возле сейчас Варшавского вокзала, где сделали самый большой фудкорт. Дальше фотография уже непосредственно показывающая этих двух быков, эти скульптуры. Ну, а потом, пойдем понихонечку, здесь уже был молокозавод на этом месте. Потому что бойни переместились отсюда. Ну, и потому что город начал сдвигаться, да, то есть вот граница проходила прямо вот здесь по водному каналу. Город начал сдвигаться на юг, и вообще, в принципе, по замыслу Сталина, центр Ленинграда должен был быть на Московской площади, в которой мы окажемся, если бы вот мы сейчас сели и поехали бы. Еще мне очень нравится фотография. – Привет. – Я смотрю, очень люблю вас. – Спасибо. Я вас тоже люблю, но не смотрю. Вот туда сделано. Это уже демонстрация. И обратите внимание, что на постаменте написано «Одобряем политику КПСС, одобряем». То есть идет вот такая мундула, которая будет финишировать на Дворцовой площади. Со всех районов собирались группы от производств, и они отправлялись все в центр города. Другая фотография сделана уже вот сюда, менее веселая. Здесь показаны последствия арт-обстрела во время Второй мировой войны. И здание, которое стояло раньше вот на этом месте, мы можем видеть там даже вывеску магазина. А мы переходим с вами сейчас как раз-таки обводный канал, двигаемся к Фрунзенскому универмагу. Мы не окажемся с вами на Московском проспекте, но я вам хочу поставить фотографию, которая прекрасно демонстрирует быт и нравы той эпохи. Стоят будки телефонные. И с правой стороны, обратите внимание, тетенька взвешивается. Она встала на весы и взвешивается. Это была популярная тема, и даже вот в сериале «Улиц разбитых фонарей» Здравствуйте. Я уже в одной из предыдущих проходах показывал на примере Казанова, и потом у нас будет, если я посмотрю на Чикаловской, то есть ты за деньги мог пойти и взвеситься. Посмотрите, как сейчас выглядит обводный канал. Он облицован весь гранитом, стройный строгий. А сейчас я вам поставлю фотографию, как это выглядело в начале 20 века. Берега все еще пологие, земляные поросшие травой. Именно поэтому, если вы помните мой выпуск про семенцы, Буренин, большевик-террорист, вспоминал, как он топил бобу в ободном канале. И, будучи во фраке, он на жопе ровно съехал прямо туда, чуть сам не утонулся. А мы смотрим вот туда. Там такое здание. Ну вот у мальчиков набор цветов, он как бы очень ограниченный. Но оно, мне кажется, вот оно примерно такого же цвета, как у меня. Грязно-голубое. За ним вырисовывается такое желтое здание с шатровой крышей. И еще труба вырисовывается. А теперь мы перейдем вот сюда, дорогу. Я вам поставлю фотографию, что здесь было раньше на этом месте. А был здесь виноводочный завод Келлера. И этот Келлер был одним из промышленников, которые именно здесь, на берегу обводного канала, организовали алкогольное производство. Дело было это архиприбыльное и архиответственное. Потому что ты, естественно, отвечал за свою продукцию головой. А самое главное, званием поставщика двора его императорского величества. И крайне интересно посмотреть... Ну вот, рекламку я вам подставлю. Смотрите, столовое вино, ликеры, водки, наливки. И дальше особенно рекомендуется столовое вино номер 12, 16, 17, тройное номер 50. И написан на адрес обводный канал номер 92. Он до сих пор вот там и есть. Если... Ну, на GoPro, конечно, не видно, но там на трубе прямо год обозначен. Дальше, посмотрите, какая дивная рекламка. Ликерный водочный завод. И в центре этой рекламы как раз видно это самое здание. Очень хорошо узнаваемое. Наконец, награды этого завода, келлеровского, и по центру его, ну, как мы сейчас сказали, бренд, да? То есть шар земной, келлер и компания. И он, этот шар прорезается якорем, как символом торговли. И чтобы вам показать, как вообще это дело происходило непосредственно, у меня есть огромный набор фотографий. Я вам прямо сейчас их подставлю и за кадровым текстом прокомментирую, что там происходит. Итак, поехали. Это дистиллированная установка. Далее разлив спирта в бочке. Лаборатория водочного завода. Общество, келлер и компания. Паровое отделение. Рабочая мастерская с изготовлением упаковочной тары и упаковочных бутылок. Баки для перегонки спирта. Группа служащих складов в машинном отделении наблюдает за включением динамо машины. Установка для дистилляции воды. Наклейка этикеток на бутылке. Разливочный цех водок. Отправка готовой продукции со склада. Приборы для очистки спирта. Цех розлива фруктовых вод. Сани, нагруженные ящиками с вином. Канцелярия. Цех промывки винной посуды. Цех розлива. Работницы в очереди за получением жалования. Работницы в столовой за обедом. Рабочие на приеме у врача. Работницы за разливкой и упаковкой водки и спирта в упаковочном отделении. После революции предприятие, понятное дело, было национализировано, но на самом деле все немецкие фамилии пострадали еще в 2014 году, потому что, ну, понятное дело, да, келлер, немцы. Уже тогда у них начались проблемы, хотя бы еще и потому, что был введен сухой закон. А в Советском Союзе здесь был технохимический завод ЛСПО. ЛСПО это ленинградские... Привет, привет, привет. Объединение. Забыл, как оно переводится. В общем, это такая кооперация, да, это еще НЭПовская тема, потому что отдавали на откуп производство всевозможное. Вот смотрите, какая дивная рекламка. Мыльный порошок вполне заменяет мыло, а самое главное, снежинка. Только порошок снежинка не содержит вредных примесей, не портит белья, не требует прибавления мыла. В общем, без добавок и ГМО. И еще, например, тоже и адрес технохимический завод ЛСПО, обводный канал 92, Гуталин. Только Гуталин технохимического завода отлично чистит всякую кожу, сохраняет обувь и придает зеркальный блеск. Блеск в одну минуту. Требуйте во всех магазинах кооперации и торговли. У нас этого Гуталина завалить. А вот дальше дом, менее приметный, за номером 90, это еще один завод, уже на этот раз Штриттера. И здесь, помимо всего прочего, производился знаменитый рижский бальзам. Но надо сказать, что не только Штриттер этот рижский бальзам делал, но особенно в его исполнении он пользовался спросом. И, кстати, вот если мы посмотрим, допустим, это уже возвращаясь к моему рассказу о Нарской слободе про рабочий график. Вот как работали, допустим, на заводе киллеры. Давайте посмотрим в подсказку. От 7 часов утра до 8 часов вечера. С двумя перерывами, дающимися на завтрак в 10 утра и на обед в 2 часа дня. Оплатили 18-20 рублей в месяц. В месяц 18-20 рублей за такой. Половина состава были женщины, которые в основном что они делали? Они мыли посуду, они закупоривали бутылки, никакой еще конвейера этого не существовало, и они наклеивали этикетки. Далее, извозчики. Здесь был целый штат извозчиков, 18 человек. Они же здесь и жили. При этом заводе было две спальни, для женатых и неженатых. Мне всегда возникает вопрос, для женатых это что значит? Общая спальня семейная? Спальный грех? 18 рублей каждый извозчик получает жалование. Но при этом, допустим, здесь была такая прогрессивная система, что если случается какой-то увечья, и ты не можешь продолжать работу, но здесь случалось это крайне редко, тогда тебе платят пенсию в размере ровных половины твоей зарплаты. Но это очень немного, на самом деле, для столицы Российской империи, потому что я вот рассказывал в проходке на Нарске, сколько... То есть продукты были дешевые, питание, но жилье стоило адски дорогое, поэтому извините. Но и зацените, да, с 7 утра, пожалуйста, до 8 вы работаете. Штритер. Вот смотрите, рекламка очередная. Водочные и ликерные заводы в Петербурге, обводный канал номер 90. И показан как раз дом этот самый. Да, и в Москве есть, на старой площади дом Арман, их представительство. Штритеры в том числе были, естественно, поставщики двора его империарского величества. Вообще, надо сказать, что всего таких поставщиков было 140 примерно за всю историю. Потому что для того, чтобы вам получить это почетное звание, вам надо было в течение 8 лет, в случае с Штритерами это 11 лет, не получить ни одной рекламации, то есть никакой претензии за вашу продукцию, участвовать во всех российских выставках и в международных выставках, и иметь дипломы, желательно первой премии. Ну и, в общем, следить за качеством, тогда вот вы награждаетесь этим званием. Но это звание могло бы отозваться в любой момент без объяснения причин. У Штритеров была знаменитая бутылка в виде медведя. На самом деле такая же бутылка была у Шустова, чей шустовский коньяк был крайне популярен в России. Возможно, вы слышали, как он его пропиарил. Он нанял студентов, которые заходили во все кабаки и говорили, нам, пожалуйста, шустовский коньяк. Они говорили, а у нас нет. Говорят, что как нет у вас? Что? И все начали выяснять, что за шустовский коньяк. Вот эти бутылки, они были крайне популярны. Они есть в Москве, в музее, который находится вот в районе Новой Басманной. Затем, например, какие... Смотрите, как врос наш каменный пеннис, колесоотбойный. И видите, здесь специально угол сточен, чтобы не задевали своими телегами и не сбивали. Кого-то понесли на травку выпускать. А кого выпускаете? Гусеницу. Гусеница. Пошли, соснимем, как гусеницу на травку выпускают. Боже, как это мило. Хорошо гусеница, да? Хорошо ей? Ну, вообще, да, я просто не могу убить гусеницу. Ой, божечки, вот здесь сейчас... Можешь показать? Да, покажите идеально. А, вот она. Видите, махнатушечка такая. А, да, вижу, махнатушечка. Спасли гусеницу. Она в салон забежала. Забежала? Может, она подстричься хотела? Ну, наверное, да. Все-таки прошло уже шесть. Решила, наверное, освежиться. Господи, как это сделал мы сегодняшний день. Спасли гусеницу. Штриттер, например, какие рекламные ходы предпринимал? Когда была построена Эйфелевая башня, он выпустил бутылку в форме Эйфелевой башни во Франции. Партию просто смели подчистую. И во время Первой мировой войны они попробовали как бы переменить свою легенду. То есть, точнее, не переменить, а создать легенду, что они не немцы, а не шведы. Что они происходят от некого Шлиппенбаха, который был взят в плен во время еще войн Петровских. Затем этот Шлиппенбах был переделан в Штриттербах. Ну и от Штриттербаха они стали штриттерами. Так вот, водка горькая двойная померанцевая продавалась по всему миру. Она называлась просто «Горький». И у Салтыкова-Щедрина есть такая пьеса «Граф и репортер». Там граф Твердоонто и Подхалимов, репортер русской газеты Ишила Бреет. Ну, Салтыков-Щедрин, добро пожаловать. И там вот они знакомятся, и граф на французском ему говорит «Андре, вы запахте акарафон?» Тут почему-то написано «акарафон», вообще «карафон» называется. «Де горький» – «пур месье». То есть Андрей, Андре, принесите нам графинчик горькой для месье. И сам этот Салтыков-Щедрин переводит. Водка горькая двойная померанцевая завода Штриттера продается за границей во всех. «Деби-2», это, короче, во всех магазинах алкашных, под именем «Горький». Дальше, например... Надо сказать о том, что Штриттеры, они остались еще в Советском Союзе, и один из них выпустил книгу в 1934 году про изготовление алкогольных напитков, потому что советская власть сначала тоже пыталась бороться со всеми этим пьянствами и так далее. Но потом, когда выяснилось, что это бесполезно, решили возглавить уже под государственным контролем производство алкоголя. И выяснилось, что технологии потеряны в очень многих напитках. Вот как раз Штриттер, он написал книгу базовую, на основе которой очень многие вещи были реанимированы. Но во время Второй мировой войны большинство из представителей фамилии были окончательно бесповоротно репрессированы. Но есть версия, что они как раз участвовали в воссоздании того самого рецепта рижского бальзама, потому что его воссоздали в 50-х годах и начали, как и прежде, производить в Прибалтике. И даже человек, который это сделал, получил государственную премию. А мы с вами подошли вот к такому зданию уже советской эпохи, дом электротока. Это имеет отношение, у нас немножко от конца к началу сегодня. То есть сначала ясно надо говорить про газ, а потом про электричество. Но вот у нас немножко наоборот, потому что так вот топографически здесь выстроено. Это имеет такую треугольную форму, дом, который существовал при электростанции. Она располагается за обводным каналом. Изначально она называлась, это было общество освещения 1886 года. Отгадайте, почему оно называется общество освещения 1886 года. Наверное, потому что оно было основано в этом году. И это как раз имеет отношение к компании Siemens. Здесь даже сохранился, видите, такой прекрасный деревянный крыльц. А если правильно говорить, прекрасное деревянное что? Крыльцо. Такое же прекрасное, как мое лицо. Значит, эти дома, они строились на паях. Ну, то есть это, короче, кооперативные дома. Более того, участвовала финансово сама контора в этом. И здесь жили все те, кто работал буквально через обводный канал. И тут, на самом деле, если присмотреться, то мы можем увидеть вот эту вот арочку в центре. Она здесь неспроста, потому что здесь вообще был задуман еще и детский сад. И вот чтобы людям удобно было перебегать, особенно в дождь, вот оттуда сюда, детей в этот детский сад заводить, была сделана вот такая арочка, которая сейчас, кстати, закрытая. А, нет, открытая. Хочешь зайти? Ну да, давай зайдем, конечно. Вот это внутренний двор этого треугольного формата. Нет, детский сад был не здесь, извините. Детский сад был в другом месте. Сейчас я покажу, где. Нам надо найти балкончик. А, ну нет, все здесь, да, вот здесь был. Вот, видите, вот этот балкон. Чтобы еще и по нему можно было перебегать. И вот специально для этого был сделан этот проем. У них была даже своя дача в Сибирской. То есть они их отвозили. И вот видите, здесь как раз видно, что вот он все вот это вот на территорию занимает таким изломанным способом. Пойдемте, выйдем отсюда. Очень удобно было жить. Ну, фактически вы живете действительно такой рабочей коммунной. Все друг друга знают. И у них была преференция уникальная абсолютно. Дело в том, что вот то здание, которое мы сейчас посмотрим... Здесь была прачечная. Помимо прачечной здесь были еще угольная котельная. И сейчас тут находится детский центр подростковый, дельфин называется. И даже зимой, ой, в смысле даже летом, если уж совсем, ну, наша карикатура южных зим, да, наше северное лето, жильцы могли подойти и надавить, и, в общем, могли включить центральное отопление. То есть это было крайне удобно. Также здесь находились такие, ну, поскольку прачечная, тут находились центрифуги с ручным приводом. То есть вы могли крутить самостоятельно, потом они были заменены уже на нормальные. Ну и во втором этаже я задел ирокезом ветку. Дом управления и бухгалтерия находились, а еще тут был обязательный красный уголок. Да, вот здесь вот пройдем. При этом, надо сказать, ну, это распространенная история во все времена. Ванн там не предполагалось. Ни ванн, ни души, понятное дело. И они все, конечно же, мылись централизованно в банях, здесь неподалеку располагающихся. И особенно очень тяжко пришлось всем этим людям на своем рабочем посту во время войны. Потому что немцы в первую очередь бомбили и обстреливали самые важные объекты инфраструктуры. Понятное дело, что электростанция была одной из них. Тем не менее, ток продолжал поступать. И вот эта история про то, как город снабжался электроэнергией вопреки всему, это вот в Пандан рассказ про пожарных, про комсомольские бригады, которые спасали город от инфекции весной 1942 года. Это все вот звенья одной цепочки. Мы с вами вышли на Малодиско-Сельский проспект. Простите. Он, к сожалению, сейчас вот в таком виде пребывает. Нам надо с вами его будет обойти. Что такое-то? Да, значит, Малодиско-Сельский проспект имеет отношение уже к моей семейной истории. У меня именно на нем бабушка жила со своей сестрой, со всей семьей. У них была комната в коммуналке. Большая. Ее отец, мой прадед, он был старообрядец, вертел на одном месте советскую власть, но имел свою ложку и так далее. Но выживать приходилось каким-то образом. И его попросили в комнате сделать перегородки. Это вот наша такая семейная замечательная история. И он нашел... Ну, я столяр, поэтому я понимаю, о чем идет речь. Он нашел гробыли. Это необработанные такие доски. Вот из них каким-то сколотил. Получил прозвище семейное Аверяшенька-рукодельничек. И с тех пор моя бабушка, она когда видела что-то... Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, да. Вы уезжаете или приезжаете? Провожаю. А, вы провожаете? Не побоюсь. Да. Ну, ничего страшного, не последний раз. Когда она видела что-то, что сделано руками из жопы, она говорила, о, Аверяшенька-рукодельничек, потрудился. И прабабка моя, она работала на сортировке. Это, в общем, между, короче, Ломоносовской и Купчино. Там сейчас такой огромный виадук построен. Но мы на секунду прервемся, потому что мы подошли вот к этому прекрасному зданию, ярчайшему образчику доходного дома начала 20 века. А в советское время он был известен замечательным заведением под названием Нектар. Но Нектар там пили отнюдь не пчелки. Дело в том, что здесь находился так называемый дегустационный зал. Вообще ведь в советскую эпоху здесь был сад Олимпия, кстати, о птичках. Вот этой всей мундулы не было. Но об этом я, может быть, отдельно сниму проходку. Я вам сейчас подставлю, во-первых, одну фотографию. Вот стоят два шмеля, которые очень хотят нанектариться. И еще одна фотография, это уже внутри сделана. То есть там такая череда бутылок. Но проблема в том, что это вы сейчас приходите в магазин, и у вас огромный богатый выбор всего. Там и продукты питания, и алкоголя. В Советском Союзе все было несколько иначе. Выбор был, мягко говоря, ограничен. И вот здесь как раз можно было прийти и продегустировать какие-то не то, чтобы прямо редкие, но те марки, которые было сложно купить. Это было по билетам. Выдавали специальные билеты. Некоторые даже пользовались этим, чтобы привезти даму. Когда даму нанектаришь, с ней очень потом хорошо обсуждать проблему марктизма и ленинизма в горизонтальном положении. Да, французские горизонталки, как в свое время говорили про княгиню Кучебей. Но это история совсем из другой оперы. А вот здесь, смотрите, очень хорошо узнается. Вот видна вот эта вот стенка, да? Ну и вообще вот этот выступ. Потрясающая фотография из моего детства. Это не я, и я не знаю, кто это взял, но это моя эпоха. Стоят два мальчика, ну и, значит, мутузят друг друга, и у обоих за спиной ранцы. Я помню прекрасные эти ранцы, конечно, да, были эти ранцы. Более того, у меня уже во взрослом возрасте у меня был ранец. Мне его Настя Камчатова, она его расписала, разрисовала. И я с этим ранцем ходил. Сейчас бы, кстати, я бы был вообще в теме, да? То есть это стильно модный, молоднежный. Сейчас пойди попробуй найти такой ранец. С высшим пиком, конечно же. Ну, во-первых, на этих ранцах прекрасно можно было кататься с горки. Они идеально для этого подходили. Во-вторых, особо ретивые представители мужской половины человечества, находящиеся еще даже не в пубертатном возрасте, любили знакомиться с девушками таким образом, огревая их этим ранцем по башке. Это считалось высшим жестом галантности. Но очень странно порой действует психология. Прелестно, да. Ой, замазали. Здесь же был у нас солдафон, его замазали. Отлично. Все, сегодня все девушки мои. Вот здесь был на самом деле Семеновец, да, нарисован. Но он уже, конечно, да, поплыл. Ой, я чуть не вписался. Мы пришли с вами во двор, где пока еще сохраняются фрески. Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку, какая позитивная бабушка, да? 10 лет, 50 помладше, да? Нормальная. Я Стас Михайлов в области экскурсовения. Рассказывай историю. И как я был неправ. Да, значит, вот здесь изображен Семеновец. Но мы гуляем с вами по семенцам, да? Ну, котик, естественно. Вот. И я, когда приводил сюда, я говорил, что не так с этим. И говорил, что в Семеновцев брали брюнетов. И мне потом написали в комментариях, что нет, не так. И я пошел, проверил, и действительно. Брюнетов брали, да, голубоглазых брюнетов с такими пышными черными усами брали в измайловцев. А существовала вообще песенка, там про каждый полк. Но я вам про каждый полк не буду. И не петь, и не танцевать, и не изображать. Я вам конкретно про то, что имеет отношение. Ну, Семеновский полк, это второй гвардейский полк после Преображенского. Там, видите, все тоже отваливается. Это тоже когда-нибудь замажут. Да, ну, что поделать. Вот здесь тоже, видите, лошадь. И почему-то какой-то оборванец уж совсем. У них в Семеновском полку не были до этого специально обученные персонажи. Точно чешется по-женски первый полк Преображенский. Первый полк, потому что, ну, на приори, первый полк, организованный Петром Первым. А Семеновские рожи на кулья вса похожи. А кто курицу украл? Наш Семеновский капрал. При этом почему-то и про Измайловский полк в итоге тоже писали, что измайловские рожи на кулья вса похожи. Возможно, к началу 20 века эта традиция уже ушла. Да, это на самом деле прямо очень круто. Понюхать, да, можно? Ты какой-то не такой, ты какой-то голубой. И цветочки нюхаешь. И что еще для нас важно уже в конце нашего рассказа? Слуги верные царя – это наши егеря. Срать орлами мастера нашей гвардии егеря. Первые воры у царя. Молодцы, леп егеря. Потому что мы будем финишировать у места, где стояла Мироневская церковь или в гвардии егерского полка. Тут очередной замечательный наш закуток счастья. Обратите внимание, что здесь, вот видите, были окна, но они заделаны. Вследствие реконструкции 70-е года, которая проводилась, и когда было немножечко поменено, киса вышла погулять. Ну да, вон она, такая жирная прямо киса. А вот здесь, это очень часто у нас сейчас так делают в разных подворотнях, вот они как раз сохраняют, ну здесь этого никогда не было, это они на свой страх и риск, и фантазию восстановили, булыжную мостовую. Вот я буквально сегодня читал «Юность Толстого», потому что, ну, будет выпуск классики «Без соплей» про Тургенева, а дальше пойдет Толстой. И там он в романе «Юность» он пишет про то, как они выезжают, по-моему, в Кунцево, из Москвы, где вот неимоверно грохочут экипажи по мостовую. Представляете, да, действительно, когда лошади подкованные вот так вот стучали. Здесь кинотеатр, а ныне клуб «Космонавт» с пока еще живой, но уже поблекшей советской замечательной работой. А мы с вами выходим вот сюда, на Бронинскую улицу. То есть, если изначально мы с вами гуляли, я вам напоминаю, разве можно верить пустым словам балерины? Мы финишировали по Семенцам вот там, возле квартиры Агриппина-Вагановой. Разве можно верить пустым словам балерины? Так вот мы эти улицы до сих пор и квалифицируем. То есть, разве Рузовская, можно Можайская, верить Верейская, пустым Подольская, словам Серпуховская или Серпуховская, по-разному все произносят балерины, Бронинская. То есть, мы, соответственно, сейчас у последней улицы, а пойдем с вами до Рузовской. И там вот в створе уже начинает проглядывать, но мы выйдем, я специально вам покажу это здание, более близко сейчас, конечно, нифига не видно отсюда, как раз-таки это самое здание Общества электрического освещения 1886 года. Значит, это братья Карл и Вернер Сименцы, которые пришли в Россию для того, чтобы ее посвятить. У нашего народа есть очень серьезная проблема. Мы очень хорошо все изобретаем, но совершенно не умеем это монетизировать. Поэтому попытки Ладыгина, попытки Яблочкова построить свои заводы успехом не увенчались. Эдисон как раз-таки смог на основе ладыгинских изобретений сделать свою лампу и наладить ее производство. И вот именно эту лампу, тоже ее модернизировав, Сименцы и принесли сюда. Значит, они здесь вообще построили, во-первых, завод по производству кабеля, тот самый Севкабельпорт. Затем у них был завод по производству телеграфно-телефонных и прочих автоматов. Это завод имени Козицкого на Ваське, у которого недавно тут стена обрушилась. Но основное, что они пытались сделать, это электрифицировать страну. И здесь они столкнулись со следующим. Ну, точнее, с этим сталкивался еще Яблочков и Ладыгин. Это очень похоже на противостояние конки и трамвая. То есть люди, которые меня часто смотрели, ну и, возможно, вы сами это знаете, в курсе, что трамвай впервые прошел по льду Невы. Почему? Потому что у общества конно-железных дорог было заключено монопольное соглашение, монопольный контракт на перевозку пассажиров по Петербургу. И поэтому, когда был запретен трамвай, выяснилось, что ему просто тупо негде ездить. В этой связи его пустили по льду. И только когда это концессия, договор закончился, тогда он стал ходить по городу. Сейчас мы направо идем. Я иногда буду подсматривать свои шпагалки, потому что у меня тут еще... Нет, просто куда какие-то фотографии ставить. Я же не все прям наизусть помню, к сожалению. То же самое с газовым и электрическим освещением. Значит, у общества газового освещения было заключено монопольное соглашение на освещение. И первое... Вот вы никогда не гадаетесь, какой первый объект в городе Петербурге, в столице Российской империи, был освещен электрическим светом? Это литейный мост. А почему? А потому что именно на литейном мосту это соглашение не распространялось. То есть постоянно вставляли палки в колеса вот эту историю с электричеством. И в итоге Сименсы поняли, что надо действовать методом всевозможной пропаганды. Они для начала организовали электростанцию в Москве. Так называемую Георгиевскую. Это на углу Георгиевского переулка, по-моему, Никистской улицы. Это здание до сих пор есть. Боже, как это прекрасно. Там сейчас Манеж находится, выставочный. И они участвовали в освещении, в иллюминации Москвы в 1883 году в честь коронации Александра Третьего. Они устроили пробное освещение части Невского проспекта. Были две электростанции поставлены. Одна стояла у Казанского собора, а вторая просто была на барже, стояла на мойке возле полицейского моста. Это где дом Чечерина, в общем, а с другой стороны Строгановский дворец. Самое главное, они не брали за это денег. И когда был объявлен тендер, она вот так вот. Мотнемся, чтобы было интереснее. Был объявлен тендер на вот как раз постройку электростанции уже вообще городской. Они выиграли, потому что их бизнес-план предполагал не вывод доходов за границу, а инвестирование этих доходов непосредственно в экономику Российской империи. Именно поэтому им отдали это право. И здесь они на набережной обводного канала построили электростанцию. И довольно быстро начали наращивать обороты. Потому что все смекнули по поводу того, насколько, конечно, электрический свет прекраснее газового освещения. Там была еще веселая история. Она случилась в Москве. Первый вообще объект, который был электрифицирован у нас в стране, это пассаж Постниковой на Тверской улице. Там сейчас театр Ермоловый находится. А Гелеровский, если ему верить, конечно, ему верить можно только в некоторых случаях, писал про то, что первый электрический балл был на Причистенке. И девушка-барышня, которая это все дело устроила, она знала про эффект газового освещения. Ну, то есть, как бы теплый, холодный, светочный случайно существует понятие. И газ, он определенным образом вашу кожу освещает. И когда приехали все накрашенные под газ, выяснилось, что в электричестве они выглядят абсолютно убого. Был маленький конфуз. Вот смотрите, вот это здание. Я вам сейчас подставлю фотографию, где видно, как оно, кстати, изменилось с тех пор. Вот это начало вообще электрического освещения в нашей Российской империи. Ну, я имею в виду такое массовое, глобальное и так далее. Вот за ним, вот там и вот там дальше, тут проглядывают уже газгольдеры. Это общество газового освещения. Но это другая история. Я ее чуть позже коснусь и с Витем. Надо сначала, конечно, про газ рассказывать, потом про электричество. А у нас и так больше. Дальше больше. Они привлекли к себе Роберта Классена. Роберт Классен – это инженер, изобретатель, инженер-инноватор, который занимался электрификацией бакинских нефтеприисков. И он привлек к себе человека, которого уже знал прекрасно, того самого Леонида Борисовича Красина. Я сейчас достану книжку, которую я уже показывал вам неоднократно. Она выглядит вот так вот. Да? Ну, это из серии «Жизнь замечательных людей». Красин в начале 20 века, он еще был с большевиками, но потом он был арестован, причем случайно, и попал в тюрьму. И там был закон, согласно которому, если в течение месяца не приходит постановление, ой, какая милота. Если не приходит постановление о том, ну, с обвинением, тебя выпускают. И, короче, вот эта царская машина, тупая и медлительная, она просто не успела это постановление прислать. Его выпустили из Уберской тюрьмы, он успел уехать за границу. Там он с большевиками разошелся, это отдельная история, потому что он занимался, он был отзавистым ультиматистом. Я сейчас даже не буду вдаваться в эту историю, потому что я надеюсь, что я ее коснусь, когда буду вокруг Таврического дворца ходить. Это касается Государственной Думы, участвовать там или не участвовать. Потом он разошелся с Лениным на теме богостроительства. Они там с Богданом Луначарским пытались поженить коммунизм и религию. И ему надо было работать, и он пошел в Симмес и Шукерт. То есть они сначала назывались Симмес и Гальски, потом они купили компанию Шукерт и стали называться Симмес и Шукерт. И когда им потребовался человек, который бы занимался электрификацией в Москве, они послали его в Москву, и он там ходил прямо официально, хотя департамент полиции направил заявление, что если есть возможность остановить въезд этого человека в Россию, то было бы неплохо, но нет. А потом они назначили его главой представительства компании Симмес и Шукерт сюда, в Россию. И вот это вот его вотчина. То есть у него офис был на Большой Морской, а здесь, пойдем сюда, он непосредственно заведовал всеми этими прекрасными делами. И не мудрено, что когда случился октябрь 1917 года, они тогда с Лениным уже поженились, у меня есть проходка, где я показываю дом на углу Карповки и Большого проспекта. Это, кстати, была контора завода Барановского, ныне, по-моему, компрессор называется, Красин работал директором. И там была эта контора, этого завода. Ну и одно из первых, то, что было нациализировано, это, конечно, электростанция. Там же, кстати, Глеб Крыжановский работал. Вот мы зашли в дворы. Тут очень хорошо все слышно. Сохранились еще, видите, замечательные деревянные оконные переплеты. А здесь один-единственный металлопластиковый переплет. Это коммуналочка. Ну, вот это дворницкие с этой стороны. Вот здесь очень счастливые люди живут. Видите, на первом этаже за решеточкой. Вот то, что я называю антисанные решетки. То есть, когда-то сюда можно было ходить, теперь нет. Потому что не гоже вам. Ну, это можно открыть, конечно, мы туда не пойдем. А мне очень нравится, конечно, вот это. Концептуальные картины. Реально, смотрите, как на даче. Номер 13. Здравствуйте. Отдельное крыльцо, деревянное, обитое жестью. Написано рэп. Котик сидит. Да, котик сидит. Здравствуй, котик. И там видна даже кухня. То есть, здесь живут счастливые люди. Мур-мур-мур. С отдельным входом. Вуаля. На третьем этаже очень красивые окна. Очень. Очень потрясающе. А ты думаешь, там кто-то живет? Я не знаю. Не исключаю вариант, что там кто-то живет. Потому что в наше время что-то не происходит. Но вы видите, да, по контексту, что вот, видите, ба-ба-бах и одно такое окно. Не сдается человек, коммуналка. А вот здесь не перекрыли. Здесь антисанные решетки нет. Но здесь есть уголок юного натуралиста. Вуаля. Вот очень красиво оформлены окна. Хорошо видно все. Вот очень хорошо. Газетка. Жалко, не советская. Мы могли почитать. Может быть, что-то интересное узнали. Ну, в общем, характер местности понятен. Провалился асфальт. Мы его починили. Вот таким образом. Инновационным. Положив две ДС-пены. Которые, на самом деле, очень хорошо ломаются. А здесь смотрите, какие разновеликие. То есть, этот врос. А этот член партии колес отбойных столбов торчит. Эрегирует. И чаечки. Ну, вуаля, друзья мои. Мы выходим обратно. Нажимайте. Сильнее написано. Потому что, видите, если так нажать, ничего не происходит. А теперь произошло. Чтобы понимали, чем занимался Леонид Борисович Красин иногда. Вот в бытность его главы боевого центра партии большевиков. Приехала к нему как-то девушка. В разгар декабрьских уличных боев. И сказала, что необходимы оболочки для бомб. И он говорит, езжай в магазин к Джорджу Борману. Купи самую большую коробку конфет. Вот она удивилась. Она съездила, купила самую большую коробку конфет. Красин выкинул эти конфеты. Положил запалы. Сверху положил слой конфет. И сказал, ну вот, езжай в Москву. И отправила. На помощь товарищам. А самое мне здесь еще понравилось. Пришел к нему как-то Игнатий. Знаменитый потом советский изобретатель. Буренин тоже в своих воспоминаниях пишет. Буренин это человек, который жил на Розовской улице. Вот в выпуске про Семенцы. И я вам про это рассказывал. И говорит. А давайте украдем пушку Гочкиса. По кличке Бабушка. Откуда? Из гвардейского морского экипажа. Это там, где ныне находится военно-морский музей. И они ее крали. И спрятали. Представляете вообще, ну вот как вот это государство, как эта власть могла уцелеть, если такие вещи спокойно происходили и вуаля. Поэтому, когда уже после революции Крыжановский начал заниматься программой ГОЛРО, то Семенцы вернулись в Советский Союз, потому что они его прекрасно знали. И они поставляли оборудование и для Дней Прогресс, и для митрополитена московского. Но ко Второй мировой войне опять все прекратилось, а потом опять все вернулось. И сейчас мы в Сапсаны. Добро пожаловать. Это какая фирма? Неужели Семенц? Она самая. Мы с вами сейчас посмотрим вот на этот дом. Потому что мне нравится, что там сейчас там магазин Дикси. А на этой фотографии видно, что там Верейская аптека. И мы с вами пойдем... Другим путем? Другим путем мы пойдем с вами вот туда. Потому что мы сейчас будем смотреть на фотографию на Верейской улице. Только перейдем обратно. Ну, понятно, что у фотоаппаратов и у Гопрохи оптика разная. Я все пытаюсь вспомнить, в каком дворе это было. По-моему, это было здесь или там. Это просто была очень веселая, ну, такая относительно веселая история. Двор не проходной. И мы туда как-то зашли с группой. Там была надпись на фоне... Вот этот мне подсказывают. Да, вот здесь. Ну, я найду эту фотографию и прям подставлю. Что меня поразило, это было такое ощущение, что на промок крови было написано. Как-то там что-то сдохните, закладчики. Что-то в этом дохе. И я сел и сфотографировался. Да, кстати, вот этого не было. Была только та клумба, а вот этой клумбы не было. Это уже новодел. То есть, видите, люди... Да, она просматривается. Будь проклят трижды, закладчик наркоты. Вот, видите? Ну, потому что для них, конечно, вот это вот... Они юные, они юнаты. Поэтому они очень любят раскапывать грядки. И от них нет для того, чтобы даже цветы своровать. Ну, и, в общем, надо сказать, я там присел, и публика была в восторге. Меня очень все фотографировали. А здесь я, судя по всему, пепельница. Причем, обратите внимание, это курит один человек. Потому что сигареты одинаковые. Да. Будь трижды проклят тот, кто делает закладки из этих хабариков здесь. Да, так вот, соответственно, мы с вами выходим сейчас на Верейскую. И смотрим уже вот в ту сторону. Ну, давай вот, наверное, вот отсюда откуда-нибудь. Да, вот отсюда. Виден дом последний. Просто, чем она интересна? Во-первых, виден газгольдер. Во-вторых, это 80-е годы, Советский Союз поздний. Видно состояние дороги абсолютно ужасное. И видно то, что вот этого дома нет. Ну, давайте, допустим... А, мы, кстати, вот так вот же еще там иногда проходили через этот двор. Я вспомнил. Пойдем, ладно, покажем людям то, что мы обычно показываем. Но, да, глаза-то помнят. Фотографию подставляем вот сюда. Глаза-то помнят. А ноги не очень. То есть, да, мы выходим вот из этой арки и идем как-то вот так, вот сюда. И здесь мы что рассматриваем? Здесь мы рассматриваем обычно... Обычно мы рассматриваем вот это вот, я вспомнил. Куда идем из пятачком? Ну, короче, то, что я уже 28 тысяч раз миллионов показывал, но тем не менее. Вот эти, видите, тоже бывшие подсобные помещения. Петельки наши замечательные. А здесь очень-то то антуражный есть закуток счастья. Довольно широкий, в три оси. И можно посмотреть на очень красивую кухню вот здесь. Кто-то жарит картошечку, да, коммуналочка. Типичная, классическая. Видите, такое окно, два таких. Очень хорошо пахнет. Здравствуйте. Это коммуналка же, да? Да. Да, а сколько у вас комнат? Четыре. Четыре, пять. Пять комнат? Пять комнат? И сколько людей живет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь, девять человек. Ну, тут потом по два человека. Ну, кухонька такая, антуражненькая, надо сказать. Ею не надо пользоваться. Понятно. На самом деле, из двух комнат сделаны студии. А, ну, понятно. Первый этаж, соответственно, на кухню три человека. Понятно. Ну, ладно. Ну, успехов вам тогда. Вам успехов. Да, до свидания. Ну, вот не зря зашли. Да, пообщались. Что, еще кто-то хочет мне что-то сказать? Да, вот сюда идем. Сейчас это, конечно, крайне популярно делать из коммуналок студии. Более того, некоторые умудряются даже это дело согласовывать. Но, если вы прям вот очень жестко хотите жить в центре и больше нигде и никак, то это, конечно, ваш вариант. Да, то есть мы могли бы вот так вот вернуться и пройти через этот двор. Но мы так не сделали, но мы сделали по-другому. Мы пройдем вот здесь. Сусанин вас выведет. Я тем временем... Посмотрите на эту красивую помойку. Да, она безумная, безумной красоты. Проведу отмойки мимо помойки. А я тем временем достану еще одну книжку. Да, балкона с очень красивым сайдингом тоже. Потому что мы за красоту боремся. Вот эта совершенно потрясающая книга. Я ее купил в Москве, в Армянском переулке, в музее Фонари Москвы, по-моему, называется. Настоятельно рекомендую вам туда сходить. Там реально очень круто. Что здесь интересно? Помимо там текстовой информации, здесь есть еще визуальная информация, которая меня очень сильно привлекла. Вот, смотрите, реклама. Сименс и Гальский. Акционерное общество русских электротехнических заводов. Новая танталовая лампа в 16 нормированных свечей. Отделение Москва. Кстати, на Моросейке. Вот, на Моросейке же красен был, да. Варшава. Прекрасный русский город. Замещательный русский город. Харьков, Екатеринослав. Одесса, Баку. Все такие прекрасные русские. Города. А здесь у нас на английском набережной у них располагалось их представительство. Ну, допустим, да. Пойдемте туда. Что такое танталовая? Да. И еще здесь... А вот там тип ламп. Не-не-не. В объявлении тип ламп. Танталовая лампа. Да. Ну, из тантала. Да. Тантал. Воял. Легал. И все такое прочее. Ну, знаменитый детский стишок. Танталовые муки. Знаешь? Это он мучился, когда лампу изобретал. Ну, то есть... Это же элементарно, Ватсон. А это газгольдер, который переделан в планетарий. И у меня, конечно, был отдельный выпуск про вообще, что такое газгольдер. Да. А что такое планетарий, выпуска у меня не было. Но здесь есть прекрасная вот эта схема. Смотрите. Как вообще это все происходит. Вот оно вырабатывается в аэрации. Это финальная стадия. Здесь даже написано. As gas receiver. Ну, в данном случае, gas holder. Поэтому все же понятно, да? Ну, вот напишите, соответственно, принцип действия этого всего. Я его объяснял, на самом деле, в отдельном выпуске. Здесь вот есть просто, опять-таки, фотографии газовых фонарей. Причем, как отдельно. Есть газовые, есть газокалильные фонари. А вот это вообще хитровка. Это знаменитая фотография. Обратите внимание, что даже здесь, на заднем плане, газовый фонарь. Ну, а газокалильные фонари, они уже по-другому выглядели. Вот. Вот таким образом. Это, кстати, ну, это уже к москвичам относится. Это, между прочим, церковь Пороскевы Пятницы. Сейчас на ее месте стоит Государственная Дума. А вот эта часовня Александра Невского, напротив гостиницы, тут идет Тверская улица. Ее сейчас нет. А этот дом... Все, Остапа понесло. А этот дом генерал-губернатора, он сейчас настроен двумя этажами. Архитектором Чичулиным. Да. Здесь перед ним пытались убить адмирала Дубасова, который подавлял восстание 1605 года. Так вот, я уже рассказывал, как газовые... Ну, акционеры газового общества, газового освещения препятствовали электрическому. И, естественно, не было так, что вот пришло электричество, и все, и газ исчез. Нет. Более того, ведь, ну, сначала отказались от газового освещения, но от выработки-то газа не отказывались. Поэтому в некоторых местах и регионах газ существовал еще аж до, там, 30-х годов, 20-го века. Точно так же, как живой транспорт не был вытеснен сразу же автомобилем. Это все процесс постепенный. Я... Мы вышли куда? Мы вышли на Можайскую улицу, а нам надо, разве можно... Нам нужна Подольская нужна была улица. Нам нужна была Подольская. Ну, ладно, мы тогда там закончим. Я придумал. Я все придумал. Да, потому что мы там расскажем про, собственно, типографские дела. Мы едем с вами вот туда. И я хочу, во-первых, вам подставить фотографию. Вот, обводный канал, не облицованный, и как раз видна церковь, и, значит, какой-то там товарищ плывет на лодке. Это как раз церковь Мироневская, построенная архитектором Константином Тоном. Значит, я напоминаю вам, что архитектор Константин Тон, ну, пойдем, ладно, я там достану книжку. Человек, построивший у нас храм Христа Спасителя, Большой Гринградский дворец, вокзалы в Петербурге и Москве, Московский, Ленинградский, соответственно, сейчас они так называются. В Петербурге у него было построено пять церквей. Вот одна из церквей Семеновского полка, Веденская, она стояла напротив станции метро Пушкинская. Ее снесли. Равно, как и все, церкви, кроме одной Гринадерской, она вот сохранена на Аптекарском острове. И вот здесь стояла уникальная церковь. Почему? Потому что она была шатровая. Тон пытался, соответственно, искать новый язык архитектурный для нашей страны, потому что, ну, вот классические формы, они в какой-то момент очень сильно приедутся. Началось это все с Екатеринской церкви на Старо-Петербургском канале. Там ее на месте сейчас находится первый в Советском Союзе трехзальный кинотеатр Москва. А вот здесь, на углу, ну, вот это казармы непосредственно этих самых егерей, которые, если верить песенке, песенке срут орлом. Я уж не знаю, там, подноготный этого замечательного намека. Очень часто церкви, они были не только церкви, но еще и мемориалами, посвященными подвигам непосредственно конкретно данного полка. Так было и с Веденской церковью, значит, Семеновского полка, так было и с церковью саперного батальона, которая стояла, например, на месте станции метро Чернышевская. Там тоже были похоронены и солдаты, и офицеры перед ней. Вот здесь они сделали замечательный стенд. Вот. Видите, шатровая история. А, ну вот эту фотографию, собственно, я вам подставлял. Это перспектива, на самом деле, Рузовской улицы. То есть мы вот так вот перешли сейчас улицу, и мы бы увидели вот такую картину. Это вынос знамен полковых. Это проект бутоновский. Здесь прямо видно, что раньше... Ну вот, видите, здесь был Веденский канал. Вот там протекал, вот он, Веденский канал. Вот казармы и церковь стоит, то есть канал вытекал сюда. Дальше форма их непосредственно. Ну и самое главное, они же участвовали во многих войнах, включая Первую мировую войну. И во время Первой мировой войны очень много было, понятное дело, жертв. И вот здесь список офицеров лейбвардии егерского полка, погибших на полях Первой мировой войны и похороненных в слепе храма Святого Мирония. И вуаля, аж 30 фамилий. Причем, если мы посмотрим, тут есть как русские, так и, например, штабс-капитан Штернберг, натурализованный немец. Боленский, Кукель, Мартас. Это все не русские фамилии. Это вам говорит о том, что состав был национальный, просто они были уже абсолютно русские по духу. Тем более я уже говорил, что основным признаком было не национальность, а вероисповедание. Здесь поставлен памятный знак. И вот здесь на самом деле, где-то когда-то, вот лежали эти 30 человек. Их вместе с церковью выкинули к чертовой бабушке, потому что поганые предатели и все такое. Я не знаю, есть ли проект установки этой церкви, но долгое время вот этот вообще клочок, он был без всяких там скамеечек, вот этих вот клумбочек, естественно, без этого стенда. И я о том, что здесь стояла церковь, узнал только совершенно случайно, когда я вот читал вот эту книжку, которую я тоже вам неоднократно показывал. Потому что Пунин здесь описывает все работы Тона. И интересно узнать, как оценивает один из издущих историков архитектуры и искусствоведов Тоновские работы. Тон сумел ближе подойти к историческим прототипам, и все же опытный глаз легко обнаруживает разницу между ними и Тоновскими стилизациями. Она существует в несогласованности соотношений отдельных объемов. Например, колокольна словно вотнута в нижний четверик. Вот, смотрите. Он пишет, что колокольна словно вотнута в нижний четверик. Вы заметили этот эффект? Да. Сразу же, да? Конечно. В сухой жесткой прорисовке самого силуэта церкви и ее отдельных элементах. Различие усугубляется механической повторяемостью деталей. Этим постройка Тона резко отличается от произведений древних зодчих, которые очень умело и тонко варьировали формы наличников, порталов, кокошников, главок. И эта рукотворность архитектурных деталей придавала произведениям древнерусского зодчества особую поэтичность и задушевность. У Тона нету этой особой поэтичности и уж тем более задушевности. Мы ее не почувствовали вслед за пулином. Церкви Тона своими луковками и шатрами внесли новые черты в село Петербург. Они противоречили традиционному классистическому характеру архитектурных ансамблевого центра. Но именно это и нравилось современникам Тона. Конечно, если тебе везде одно и то же ставят, вот это вот классика, 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 ну понятно, что великие там Карл Иванович Росси, Михайлов и так далее, и так далее. Но хочется разнообразия. И вот как раз в эпоху Николая Первого были предприняты попытки это разнообразие найти. Вот в этом пресловутом поиске нашего стиля, собственно. И вот Тон его нашел. Тем не менее, в дальнейшем отношение к произведениям Тона, весьма восторженное при его жизни стало меняться. Новые идейные эстетические течения, возникшие в послереформенной России, и выдвинули и новое решение проблемы национального стиля. Тут он приводит дальше, естественно, Владимира Стасова, нашего главного по тарелочкам во всей критике. Считал, что в творчестве Тона национальность это была совершенно официальная, искусственная, насильственная и поверхностная. А поскольку Стасов это передвижники, это могучая кучка, собственно, он и придумал это название могучая кучка, а, соответственно, это все такое народное и так далее. Вот это настроение, с которым, кстати, потом боролись и мирыскусники, и авангардисты, и прочее-прочее. Им и воспользовался филигранно Иосиф Сырёнович Сталин, когда в итоге был взорван даже храм Христа Спасителя. Ну, а в Петербурге, как я уже сказал, пять церквей Тона были построены, одна только уцелела. И мы, наконец, подходим к нашей финалочке марризонского балета. Мне сейчас потребуется одна книжка. Давайте, знаете что, давайте-ка вернемся, чтобы вот мы там показывали эту фотографию, я специально для вас найду ее, подставлю, ну, вот перспектива, да, вы бы смотрели на казармы. Здесь, кстати, очень хорошо видно, смотрите, вот эти красненькие, это егерские, а дальше вот там начинаются желтенькие, это семеновские. Вот, если мы туда посмотрели, вот там у нас выглядывала как раз колокольня Мироневской церкви. Я в прошлый раз вам показывал дом, где была подпольная типография народовольцев. И интересно, что в дальнейшем она была на Подольской улице, она переехала на Подольскую уже и переехала обратно, но в другое место. И чем характерен тот адрес, к которому мы идем, у которого я искренне надеюсь, мы будем финишировать, это военная организация, так, это нам не надо, в том, что там был напечатан рабочий класс, рабочий класс там не нужен, а вон, да, все, да. Теперь типография снова оказалась на Подольской улице, но в другом ее конце, в доме номер 14, дробь 42, ныне номер 39, в квартире 31, ныне 26. То есть, видите, квартира сохранилась. Это Можальская, разве можно верить пустым, да? То есть, нам надо еще две улицы пройти, как это я маханул, так, а? Ну, бывает, что. Зато мы идем, а давай пойдем по прекрасному бульварчику. Тем более, что я же не дорассказал самую главную историю. Да. Значит, на сортировке работала моя прабабушка. Если вы возьмете Яндекс.Карты и измерите расстояние отсюда до сортировочной, это 10 километров. И вот моя бабушка, тогда 15-летняя Шура Романова, поскольку ее мать уже слегла от голода и не могла ходить, а рабочая карточка нужна, она грузила ее на санки и везла на сортировку. Потом возвращалась сюда, сидела с братиком, который в итоге все-таки умер, а потом вечером опять за матерью и обратно с ней. То есть, туда груженный, обратно поражняком, туда поражняком, обратно с груженой. 40 километров в день. Не выдержала батарейка таких испытаний. В общем, вот эта история, она наглядно показывает, что уровень проблем, он бывает разный, и то, что нам кажется абсолютно невозможным, совершенно возможно, если мы попадаем в определенные обстоятельства. как, например, вот в эти обстоятельства попадали люди из партии «Народная воля». Хорошо оснащенная, поставленная в условиях строгой конспирации, эта типография работала 6 месяцев. Это очень много, на самом деле, для нераскрытой типографии. Ну, в смысле, ее раскрыли, я забегая вперед скажу. Значит, 39-й дом, вот он у нас на углу, ну, это современный адрес, нумерация менялась. У них было две комнаты, смотрящие на улицу, и две комнаты, смотрящие во двор. Дом был свежий, свежий, как выпечка. Дом был новый, еще сырой, но дрова отпускались вообще без ограничения, и дворник рекомендовал постоянно топить, что они и делали. Значит, хозяевами конспиративной квартиры был Михаил Грачевский и Просковья Ивановская. Я неоднократно рассказывал про этих персонажей, про Грачевского я рассказывал на Васильевском острове, там была типография, где его взяли, Лахтинская так называемая. Он вошел в историю тем, что он в Шлиссельбурге ударил врача, а за это полагал смертной казни. Но его считали уже психически больным, поэтому туда мы его пощадили. И он облил себя керосином из лампы, поджег. Но благодаря этому им были сделаны послабления, и самое главное, убрали вот этого насмотрщика Соколова, которого они прозвали Иудой. То есть эта ситуация, она как-то просочилась наружу. Ну, то есть, понятно, да, с этим человеком было бесполезно бороться. А Ивановская, она тарабанила и потом вернулась и вместе с СССРами участвовала уже как бабушка в покушении и убийстве Вячеслава Константиновича племя. Вот. И здесь, что было здесь отпечатано? Здесь были отпечатаны лески народной воли, барашуры и так далее. Но самое главное, что именно здесь, после убийства Александра Второго, 1 марта 1761 года, здесь типография фигачила просто без остановки. Причем, как это было сделано? То есть, кровать, кровать стоит на таких четырех гуттаперчевых подушках с ногами, чтобы не слышно было. И станок стоял на ней. И здесь было напечатано знаменитое письмо народовольцев Александру Третьему, автором которого был Лев Тихомиров. Лев Тихомиров потом полностью, ну, пойдем обратно, полностью пересмотрел свою позицию, вернулся в Российскую империю, стал закоренелым монархистом. Ну, полным ренегатом. И понятное дело, что в Советском Союзе, когда освещали историю народной воли, он был исключительно со знаком минус. Здесь была Любовь Терентьева, Лиля Терентьева. У нее был красивый голос. И она, значит, в начале мая ушла отсюда и не вернулась. Было понятно, что ее арестовали. И действительно, ее арестовали. Тогда, поскольку они не сознавались, ни в чем, как правило, в отличие от декабристов, то была уже отработанная система. Всех дворников собирали, и они ходили в этот участок, где стоял преступник, и они пытались его познать. Дворник этого дома, он и вроде узнал, он как-то так невнятно узнал, что, в общем, еще 4 дня здесь никого не было. И только после того, как уже местные стуканули, что 4 дня нет никакого ответа, представили лестницу, забрались, божечки, что они там нашли. Они нашли полное, значит, оборудование типографии. 190 килограмм шрифта только. Представляете, да? Затем нашли 60 с чем-то килограмм взрывчатки. Там, кстати, была в поросиновом портфеле, всегда на изготовке, ну, здесь пишутся гранаты, короче, такой взрывной снаряд со шнуром. И один раз Грачевский чуть его не подорвал, потому что приехали, ночью были раскрыты окна, приехали жандармы, стали подниматься по лестнице, он схватил этот портфель, выяснилось, что они пошли в другую квартиру, и потом с утра дворник говорил, что у скубентов что-то там искали, какую-то подпольную литературу. Поэтому в данном случае повезло. Сюда приходил Баранников, народоволец, который однажды притаранил многопудовую такую станину на себе под офицерской накидкой, и только спрыгнув с пролетки, он такой легко забежал, спокойно поднялся, и только поднявшись, он сказал, ух, тяжело. Его тоже казнили. Ну и, в общем, это была, конечно, большая удача, но партия народная воля на тот момент уже была обречена. Вот, друзья мои, это то, что я вам хотел рассказать сегодня. Ну, такой опять эклектичный маршрут достаточно, но, тем не менее, мы семенцы почти окучили. То есть у нас есть та часть, и эта часть. Есть еще вот здесь средняя между Клинским и Малодискосельским проспектом часть, где мы не ходили, но, возможно, я и там тоже маршрут сделаю. Спешу напомнить вам, что экскурсии идут четверг, пятница, вечер, понедельник, понедельник, нет, понедельник, святой день, футбол или я бегаю. Суббота, воскресенье, днем. Книжки мои продаются на сайте, но также я их продаю после экскурсии с автографом. Можете прийти, путеводитель Невский с перцем, книга про первое время русско-японской войны и остросоциальный роман Корень. Друзья мои, 16 сентября в клубе Грибоедов состоится мини-инди-фест, где будут играть четыре коллектива, включая наш остросоциальный ансамбль ОСА. Билеты в предварительной продаже от 300 рублей, на входе 500, ссылка на покупку находится в описании под этим выпуском. Приходите, потанцуем. Соответственно, смотрите, приходите, задайте вопросы. Народ прям в последнее время стал очень много вопросов, как всегда, задавать. Ну и вас ждет еще ряд интересных проектов, которые я пока не буду анонсировать. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. С вами оффлайн и онлайн. Комментарии, все ссылки, которые вам нужны, там в описании, пожалуйста, не задавайте мне вопросов. Там все есть на сайте. Я имею в виду простых вопросов, что, где, когда. На этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин